Трудоголики За год выросло именно число людей, которым сверхурочный не оплачивается, что указывает на то, что в условиях дефицита рабочей силы работодатели пытаются распределить дополнительные нагрузки между имеющимися сотрудниками. Если смотреть по сферам деятельности, то больше всего сверхурочная работа выполняется в сфере питания, а меньше всего в публичном секторе. Выяснилось, что для сверхурочной работы больше всего открыта молодежь, но разница в том, что они не стесняются требовать большие деньги за больший объем работы. И те, кто намного смелее требует плату за дополнительный труд, добиваются материальных результатов. 63% работников моложе 29 лет утверждают, что их сверхурочная работа оплачивается. По сравнению с прошлым годом, доля работающих сверхурочной выросла примерно на 2%, и проведенный нами опрос, в котором участвовали 3000 человек, показал, что растет она именно за счет тех, кто не получает дополнительная оплата за сверхурочную работу. Юристы отмечают, что часто работодатели не оформляют письменного распоряжения о привлечении работника к сверхурочной работе, а тот не требует предоставления копии такого приказа. И нередко это представители старшего поколения, которые, помимо всего прочего, хотят остаться на хорошем счету у начальства, чтобы не лишиться когда-то рабочего места, ведь они не так мобильны, как молодежь. Хотя специалисты по трудозанятости утверждают, что дополнительную нагрузку нужно соответствующим образом оплачивать. И при увеличении рабочей нагрузки не стоит забывать, что более продолжительное рабочее время не означает растущей продуктивности, но экономит деньги для владельцев предприятия. Алексей Иванов, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.